Автоваз рассказал, сколько будут стоить Нивы, оборудованные кондиционером. Они уже доступны для покупки. При этом важно помнить, что внедорожники по-прежнему лишены антиблокировочной системы и подушек безопасности. Подушки должны вернуться в ближайшие месяцы, а вот АБС не ранее следующего года. Итак, за классическую Ниву Legend решено просить 860 тысяч рублей. Помимо, собственно, кондиционера, такая машина предложит подогрев передних сидений, электропривод наружных зеркал, задние подголовники и 16-дюймовые легкосплавные колеса. Для справки, самая обычная версия классического внедорожника обойдется на 51 тысячу дешевле. Правда, из оборудования покупатель такой машины получит только электрические стеклоподъемники. У Нивы тревел-набор из кондиционера, подогрева передних сидений, центрального подлокотника и задних подголовников набирает 63 тысячи. Комплектация называется Comfort, а стоит 1 миллион 100 тысяч рублей. В продаже появились живые экземпляры электрических седанов Evolute i-Pro липецкой сборки. Как сообщает Авторевью, машинами начал торговать столичный дилер, а всего сеть продавцов будет состоять из 9 автосалонов по всей стране. В шоурумах выставлены седаны белого цвета, так как основными покупателями модели должны стать таксомоторные компании и операторы каршеринга. Комплектация одна, с системой стабилизации, задним парктроником и 17-дюймовыми колесами. Стоимость электромобиля не полные 3 миллиона рублей, однако модели Evolute попадают под госпрограмму льготного автокредитования, по которой действует 35% скидка. И если воспользоваться этим предложением, i-Pro будет стоить 2 миллиона 65 тысяч. Напомним, что Evolute i-Pro представляет собой китайский Dongfang Eolus i-70. Правда, в российской спецификации модель оснащена европейскими разъёмами Type 2 и CCS2 для медленной и быстрой зарядки. А в комплекте идёт кабель, рассчитанный на мощность 7 киловатт. Полной зарядки 53-киловаттной батареи должно хватить на 420 километров, но это по устаревшему циклу NEDC, так что реальный пробег 150-сильного электрокара окажется примерно на треть меньше. Напомним, что сейчас липецкий завод MotorInvest выполняет лишь финальные сборочные операции, поэтому из Поднебесной приходят почти собранные машины. Продолжение следует... Продолжение следует...